Более шести часов длилось прослушивание вокальных номеров конкурсантов. Песни о родине, отважных бойцах, их матерях, вдовах исполняли конкурсанты разных возрастов. Это и совсем юные дарования, и взрослые участники. Каждый постарался показать свой номер одним из лучших. В номинациях сольное исполнение и ансамбле несколько номеров было представлено гимназией номер один. Ну, коллектив «Мы пятый год» занимаемся с ребятами. В этом году решили дать название «Мечта». Мечта о том, что мы будем мечтать и будем исполнять. Добиваться своей цели, добиваться своей мечты. Но стараемся выступать каждый год. Дети старательно готовились, поэтому каждый перед выходом испытывал волнение. Сегодня мы будем петь песню «Люди помните» и «Дети земли». Мы готовились, наверное, около недели. Даже чуть побольше. Да. Есть волнение? Очень волнуемся. Ну, не знаю, как-то есть волнение то, что мы поем хором, и если кто-то запнется, это будет слышно. Причем очень сильно слышно, так как мы поем в микрофоне. После первого выступления страх и волнение уходит, признается одна из участниц конкурса, Вероника Тютюнникова из Башкирской республиканской гимназии номер три. Я сначала сильно волновалась, потом, когда уже спела, стало легче, приятно как-то. И захотелось еще петь. Конкурсанты при подготовке обратили внимание как на вокальное исполнение, так и на сценический образ и актерское мастерство. Все это оценивалось экспертной комиссией, в составе которой были специалисты разных областей. У нас есть положение, согласно которому мы оцениваем исполнительское мастерство выступающих. Значит, это вокал, артистизм, костюмы и, соответственно, песни в выбранной теме. В конкурсе приняли участие практически все образовательные учреждения. Есть вокалисты из организации города. Лучшие номера станут частью большого гала-концерта. И в дальнейшем планируется включить их в программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. У нас в этом году более 200 участников. Порядка получилось более 70 номеров. Получается, по положению нашего конкурса каждый из участников должен предоставить две песни патриотического, военно-патриотического содержания, либо на военную тематику. По итогам работы жюри мы отбираем лучшие работы, которые, возможно, будут использоваться в дальнейшем на мероприятиях, посвященные 9 мая, 23 февраля. По итогам конкурса среди победителей – исполнителей из районного дома культуры «Яшлег», досугового центра «Кенга.ру», гимназии номер один и детского сада «Дюймовочка».